Добавки можно? Да. Это у меня вышло 4 тома, я хочу показать, называется Пробой в стихах, в общей сложности это, считая страницы, если фотографии, если вы попадаетесь, по 1000 страниц, 4 тома, вот как я открываю, это эпиграф, взятый из Библии, и 4 стихотворения, стихотворения проповеди, любой открываешь, опять же, эпиграф, ну и так дальше, видите сколько фотографий, 96 страниц, это том первый, так и написано, том первый, так, том второй, держи-ка, том первый, это я не скажу, что я влюблен в российский флаг, это единственная замировая история, флаг, который является флагом проповеди, независимо, никаких конфессий, временный фон, первое, внизу, если бы она боку не стояла, тогда это ничего, это просто марсельеза, но, когда вверх, это как человек живет, первое, все рождаются в крови, мусульмане, там, кто бы он ни был, православный, первая полоса, вторая, синяя, то есть, Бог говорит, помышляйте о горнем, а не о земном, синее небо меня так манит, знаю, что там мой Спаситель Христос, все в этом мире бесследно канет, в небе не будет местью, бросить, и третья белая, белая полоса, она предсказана в откровении 21 глава 10 стих, и увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, то есть, красное и синее превратится в белое, это земля, а это небо, второй том, как он сделан, ламинированный, сбоку посмотрите, и вот точно так же, где бы я ни открыл стихотворение и проповедь, многие положены на музыку в интернете, поются, много фотографий, сейчас я даже покажу, где это как, так, первый том, легче всего мне показать, так, это не просто стихи, а проповеди, вот открываешь, вот первая строка, и тут 36 строчек, и напротив каждое место Библии, откуда взята мысль, 36 раз надо открыть Библию, таких стихов никогда нигде не было, ну, смотрите, вот, видите, вот, 36 строчек, спрашиваю, так, где вы берете, я в литературном институте считал стихи, вот там по одному, а то 4 стихотворения пришлось считать, которые давно бы написали, я не пишу сейчас, в 10-м году, так, в 12-м, да, в 12-м году, 10-го ноября я написал последний стихотворение, положил в ручку и сказал, просто не пишу, спрашивают меня, Лев Ашалин, а где берете такие темы, которые, они вообще лишь не рифмуются, на молитве, вот когда говоришь, что это, а, вы на себя берете, я должен сказать, во время молитвы, у меня всегда рядом лежит бумага, куча ручки, вот так вот там внутри, я ее не вижу, проплывает строка, я ее сразу записываю, иначе я ее утеряю, кончили молитвы, я записываю 36 строчек, хоть завязанными глазами, я расскажу, стихотворение 2, иногда молитвы не кончили, вторая строка вплывет, я опять записываю, второе стихотворение, и за 8 с половиной лет было написано столько, спрашивают, а сколько это, а то за всю жизнь сколько написал Пушкин, Лерман, так не красок, Александр Блок, ни одной помарки нигде нет, все чистого листа, у меня черновики сохранились, ну там приходили из музея, все смотрели, ну примерно так, святая Русь, когда была святая, я записал строчку эту, ну когда-то, известно, когда, когда русские, об этом говорят священники, у меня так оно выразилось, я несторонних читать, когда едят, знаю, что мимо пролетит, в другом времени не будет, святая Русь, когда была святая, скажите дату, срок и имена, во свете Библии патетика растает, останется вино, вина, война, хватали все от севера до юга, до порта Артура, оску островов, все подгребли, саму, тайгу и югу, и расплодили нехрист и воров, кто хуже нас сокровища земные, транжир, жжет и рубит по весне, мы опостылили от века и до ныне Прибалтики, Татарам и Чечне, на наши земли вожделения, зависть, обиды, смотрит миллиард, весь мусульманский мир, там добровольцам запись, у нас отнять за счастье каждый рад, о Боже, проповедников пришли, служение Богу на родном, на русском, крещение духом водное в крови, тернистый путь и вход уж очень узкий, тогда исполнив веренную нам, не Русь святая, а герои веры, в народы полесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Теперь я на море, и в это время отрицательная температура, вода бьет, наращивается с одной стороны лед, и ничего нельзя сделать, короткое время, и корабль пойдет ко дну. Ответитесь от этого. Рыба с хашула, с волнами боролась, стремительно крем возрастал, смятение росло, но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала, был лопастей виден плавник, как туша убитого кем-то финвала, корабль под ударами сник. Остались минуты, а дальше развязка. Объятие холодной волны, над пропастью мглы, с ледяной повязкой, о чем бы подумали мы, наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне, на жизненной грани, на жутком изломе, на вечной девятой волне. Имея клянуть капитана, старреха, проклятия всем и всему, окончена жизненная чаша утеха и брошена разом волну. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперкнется волной, Дай Боже, чтоб к небу своей кольчиной других я увлек за собой. Эти все, что рассказывает, положено на музыку в интернете, понашли с композитора. Есть такое автобиографичное у меня. Примет себе своим вооружением, все то, что просчитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью, Всем хищника меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляет точно в лоб. И давят только вниз. Задача выжить, и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, Петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилии. Их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по логам, отвалам. И следует в святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мной дойк, бешеный Саул. А они разведали, что именет Акриды, А штаб-квартирный избан Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине В последний раз смотрюсь под руки. Враги с собаками, с бинокрами, в машине. Мой след выехивает у кустов плетит. Моя погоня гнадит до упаду. Я отошел, не досягаем вам. Прощает земля азарт закона града. Мой труд сверит, читайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, Застолбить вежун. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все вежун. Вот смотрите теперь. Второе, первое, значит, красное. Минучечку. Второе, это синее небо. Под этот цвет сделаны икорочка. Повторяю, только по 900 с лишним страниц. Вот оно все где. Сколько? 96 страниц фотографий. Ну, здесь много фотографий. 362 страницы на фотографии здесь есть. Вы там ни разу попали, голубчик. Но только не в плохом смысле. Так что сегодня снимали. У меня готовится к переизданию книга Писневого православия. Она у вас есть. Там предисловие можно было просчитать. Оно не понравится кому-то. Вечерстап, скажи, где это считалось? Какой архиерей был? При архиепископе Антоне, когда в прошлый раз он был, читалось вот это предисловие. И священники были, я помню. Ну, я там привожу, что я 40 лет собирал материал для этой книги. 40 лет. Московская духовная академия, архиепископа, академики, везде за границей помогали. И книга небольшая, 480 страниц. Сейчас передаем, она будет 780. Мы многое нашли у Луки и Мойная Советского. Там все по пунктам разложено. И что там вначале сказано? Выношу благодарность редактору газеты за наук Балтайского государственного университета. Я в пяти университетах делал занятия. И что дальше? Приходится сделать вывод, что то, что сегодня называется православием, не имеет основания на страницах Библии. Архиерей-то прочитал, каково было. Я это докажу по любому пункту в течение пяти минут. Больше никак нельзя. Все в мире проходит. Солову писал как-то, все в мире неверно. И смерть лишь одна верна, неизменно верна. Она не забудет. Придет, приголубит, обнимет, наденет свои брачные венец и жизненные сказки. И вот третье, это когда ты обратился в синее это небо. Дальше. Влады приносить. Второе. Стихотворение. И третье. Здесь разные фотографии. И здесь разные фотографии. Все ламинированное. Нам это очень и очень непросто было. Мы издали. По милости Божией. А это четвертый том. Пока только вот священникам дали, которые уезжают, еще все не привезли к типографии. Типография очень хорошая. В Горном Алтае. Они мне издали 34 тома моих книг. Разных книг. Я вот для чего это все говорю. Потому что Бог берет самое непригодное. Ну, мальчишка обыкновенный. Пять камушков. И голявку с ногами. Я все время повторяю. Вот у меня в интернете посещаемость 81 миллион. Если человек любит Господа, Господь показывает в первую очередь, кто он. Я всегда повторяю. Я не имею гуманитарного образования. Не имею религиозного. Я технафь. Тогда эти строители техники, они еще там называют по другому. И как? Бог. Вот в акипедии, когда пишут, там называют писатель. Павят, я себя таким не считаю. Я пищник. Сорок лет клад пищу по стране. Мне не давали работать. Ты сколько дней не работаешь уже? А раньше была другая власть. Три дня. Это максимальная. Через четвертый день тебя уже засудят за три часа. Закон был такой. А как? А работать надо. Меня сколько раз они арестовывали, возили, давили. Меня 26 лет только подвешивали. Надували тело, как бомбу. Я только одно молился. Господи, сохрани разум. Ведь мне 84 года. Пора образумиться. А люди когда смотрят, да сколько же у вас энергии. А я как будто не начинал жить еще. Какое, да, вот, которые люди сидят, практически все это духовные дети, которые пришли. Вот она сидит рядом, Армения. Она была там, Аннаит. Крещение ей дали имя, как? Девура. Еврейское имя. Еврейское имя. Еврейское имя. Чудо Господи. Ну, эти тоже недавно познакомились. Подряд любого возьмите и богатырей. Это Бог делает так, чтобы посрамить знатное. А хотели бы вы иметь Слово Божие. Полное толкование с откровением. Впервые вышло у нас. Его в мире никогда не было. Фестеракта к евреям и заканчивается. И мы к этому добавили трехтомник толкования, лучшее добавили толкование на апокалипсис, которое составил, он, когда-то, магистр Фаст, отец Геннадий в Абакане служит. Он в моем доме обратился. Немец. Менонит. Там вел бибилейские кружки. Мы встретились. Утром в полу пятого закончили беседовать. И он встал и говорит, я понял, говорит, у сектанта под ума толкование. У православных от Духа Святого. Принял православие. Он был молодой сотрудник Томского университета, физик-математик. Представьте, какой человек. А теперь он заканчивает семинарию, академии, выпускает целую книгу. У нас заняла на 434 страницы. Толкование апокалипсиса. Я слышал там о лекциях, другие берут, даже сравнить не приходится. Здесь все на самом высоком уровне. Он всех святых отцов берет и дальше дает только комментарии. Не свои, а что говорят святые отцы на это. Ну, тебя просто советую. Она отдельно, книга продается. Киоскопы, там, на церковных лапках. Отец Геннадий Паст, толкование апокалипсиса. Не его. Но он разбирает все секты, какие есть. Я многие считал, знают толкование. И могу сказать, что это самое лучшее толкование, даже сравнение с другими не дают. На сегодняшний день растолкование. И растолкование его все на основании Библии. А почему он в детстве был такой? И он не знает даже вкуса вина. Ну, а его как? Его там ценят. Там был Антоний, какой-то Краснодарский. Он поднял на него. Ему пришлось сходить к Иркутскому, а теперь в Абакане он служит. Фаст, отец Геннадий Фаст. Вы зарядите только Википедией, рождение свыше. Или Песня Песней. Это 880 страниц толкования и всех святых отцов Песня Песней. Из Ветхого Завета. У меня программы, если назвать программы, когда вел занятия в университетах, это полное толкование Нового Завета, Ветхий Завет, Песня Песней. Как беседовать с сектантами разными. И люди разбиваются на 24 категории. Как с ними беседовать? Какое местописание взять? А какая категория? Первое. Бога нет. То есть он говорит, атеист. Я говорю, самый дурной. Два часа как в сверке соскочил. Атеист, атео, борется против Бога, которого нет. Безбожий, понятно. А дальше начинает человек. Агностик. Ну, сгрил, конечно. Ну, а что ты там знаешь? Не знаешь. Тебя уже отпевать надо сегодня. Ты не знаешь самого главного, для чего ты родился. Ты находишь это все во Святой Библии. Поэтому наше Содружество, я попрошу брата Вячеслава просчитать, интернет на Содружество имеет правило. Вот послушайте, подписайтесь вести себя хотя бы в одном месте. В одной общине. В одном приходе. У нас проходит занятие по Библии каждый день в скайпе, интернет-содружество. И чтобы туда вступить, нужно, чтобы человек обещал выполнять данные правила. Первое. Правила интернет-содружества во свете Библии. Во свете Библии мы назвали. Добавление в группу разрешается только после ознакомления с правилами группы, после чего новый участник должен написать в чат «Согласен», обещая выполнять данные правила этого сообщества. Если кто-то не согласен, то запрещается добавлять. В профиле, то есть в скайпе, необходимо установить свои настоящие имя и фамилию, свою фотографию, где хорошо видно ваше открытое лицо, как на паспорте. Жены, женщины, девушки на фотографии должны быть с покрытой головой. Использование ников, аватарок запрещено. В течение шести месяцев после вступления в группу новый участник не имеет права писать в общем чате ничего, кроме вопросов, а также не должен вести молитвы. То есть он ведущим молитвы быть не может, если его недавно добавили. Разрешается писать благодарение и приветствие. Разрешается, рекомендуется задавать вопросы ведущим братьям, Игнатию Тихоновичу. Во время занятий, по теме занятий, после занятий, после общих молитв на любые темы. Пришедшему из пятидесятников, харизматов, у нас много сектантов обращается, запрещается писать и говорить не менее года, пока опытные братья не убедятся, что человек точно раскаялся в своем говорении на языках моления. И признал это не иначе как теснованием. Потому что они многие, это трудно раскаиваться. Они даже на Духожий признают, и с ними потом разговаривать невозможно. Они даже православными становятся, а в них все тот же самый духом. То же самое и для пьяниц. Запрещается быть ведущим общих молений и молитв. И занятий по мере. Молитвы идут через два часа, до згона идет. Из разных континентов людей. Стопокорная молитва называется. Она небольшая, несколько молитв, всем святым, ангелом, хранителем Божьей Матери. Это занимает там 12 минут. А утренним у нас уходит, сочтением слова, 45 примерно. Это ежеменно, кроме воскресенья. Запрещается быть ведущим общих молений и молитв. В ритм и подстригающим бороды. Ведущим будет бороды. Сестрам, которые не покрывают свою голову на работе и на улице. Ходят в мужской одежде, штанах, джинсах, брюках. Второзаконие 22.5. Не покрывают свою голову. Первый коринфянам 11.5.6. Красящим волосы, ногти, лица, как враждующим против Бога. Первый адрес 2.5. Иакова 4.4. 6-й Всеверский собор, 96-й правило. Я в Лос-Анджелесе был. На квартире жили Синкевич. Архиепископ Антоне. И прищищается бабушка. И на ней сетка надета. Волосы все видать. И накрашенная. А я знаю, что он служил когда-то в Иерусалиме. Такой опытный, строгий. Я говорю, а как это так? Это не просто женщина. Это дома священника. Но если она запачкала, А я тогда так покажу, ну хорошо ли, что тут осталось? Это, понимаете, это уже не ласка, ничего. Это просто сгнило все. Почему Иоанн Христианчик так не говорил? Кто обнушил вам бежать от будущего гнева? Ну ты знаешь, что это такое. Посмотри, почитай пророка Исаия. Это люди легкого поведения. И защищаются. А у вас есть? Никогда. Нигде. У нас ни сережки не носят. Это очень просто. Новые люди приехали, вот они сидят. Он знать не знал ничего. Только сказали, вот они все. До обеда все знают. Не склоняться над столом. К чашке. Но это можно научиться. А почему нельзя? Потому что Василий Великий говорит, Всякое животное, скотина наклоняется, А человек подносит к себе. Второе. Дальше кисти не ложат, а локоть уже. Не облокачивайся. А почему? Сярафка говорит, стыдись. Облокачивайся на стол. Это значит бесстыдство. Все. Урок кончен. Я начальник был детского лагеря, сам основал. Вот главный помощник мне помогал, Там три гектара отбить от них. Ни день, ни два. Сорок пять лет. Тысячи детей подняли без помощи государства. И ребенка я говорю, привезли в обед. За вечер он уже почти все знает. Да он все забывает у меня. Он не будет забывать. А как это делать? Очень просто. За стол садимся. Показал всем платочки. В правом кармане, где ничего больше нет. Платочек показал. А нет. А вон там 200 метров бежать за тополиным листочком разового пользования. Пока первого, второго нет. Да он все забивает за станом. Дежурный, обойдите стан. Сидят за станом. Принесли там пиджак, там или рубашку скинул. Чек. А дети, они сразу говорят, а это Игорев. Так, он должен три раза вокруг лагеря бежать и кричать. Я забываю вещи за станом. А пока прибежал, уже до компота допиваю. Все. Я ему пришил память так крепко, что ее оторвать нельзя. А то приходит. Ух, портрет там мой, где Игорев футбол. Он его поставил как где. Чтоб мяш не летел. Это надо заниматься, любить и помогать. Мы можем дать этот огромный опыт. Вот сейчас считают интернет на сообщество. Это как христианская община. А где-нибудь есть, нету. Мы только призываем, приходите. У нас занятия идут. Что за неделю Бог сделал, где выступали, какая причина. Вот у нас нет дела где-то в кадушке. Нет. Он шофер. Я говорю только об одном заботчестве, когда шофер. Сказал ему о Христе Евгении. А если он умрет за это время? А где здесь кто-то на такси работает? Кто? Вот он сидит рядом. Каждому пассажиру он говорит о Христе. Ну давайте двинемся. Я вам даду сказать, насколько мы худые, если нас так много и народ безбожный. А Григорий Широтович говорит, я когда получил в город, семь человек христиан было. А когда уходил, осталось семь язычников всего. Почему? Последние слова, которые я видел, как сказал митрополит Смоленский и Калининградский, Кирилл Будяев. Он говорит, миссия это движение. Не сидите вы дома, идите и говорите. Не сидите дома, идите и говорите. Где на работе, да говорите с колхозом, какие там бывают отдых минутные. Евангелие дайте, скажите. Первые христиане заквасили весь мир. Это настолько и все везде мирским герцогерам, дергам, пора слов колючками. Виноваты мы. Дальше. Запрещено быть ведущим молитвы. Живущим в блуде, при любодеянии, в незаконном втором браке, при живой первой жене мужа, в кавычках, в скоках. Матфея 5.32, 1 калифорно 7.39. Не оставившим слушания рока, рэпа, попсы, играющим компьютерные игры, телефонные игры, в карты и азартные игры. Не оставившим сквернословия, занимающихся танцами, фигурным катанием, художественной гимнастике и подобными видами утонченного разврата, одобряемого общества. Торгующим сигаретой, алкоголем и другими наркотическими вредными веществами, предметами, причиняющими вред здоровью человека, как телесно, так и душевно. Получающим доходы путем обмана. То есть им можно молиться, но нельзя и быть ведущим. То есть путем обмана, смотря на достаток покупателя, или на его неосведомленность, и в связи с этим завышающий или занижающий цену, и предлагающий ненужные ему услуги и товары, или специально создающие условия, при которых ему понадобятся эти услуги и товары. Притча 11.1, притча 16.1, притча 23. Какой человек придет на исповедь, а как с ним легко разговаривает-то? Он только скажет, Господь меня хранил, я благодарю его, и все покаяние. Военным можно молиться, но ведущим его быть не может. Вся эта военная операция, у нас приняты свои законы, никогда в эту тему не вмешиваются. Никогда. Слишком многое теряется. Человеку убили 7 лет. Врякнул слово по этой теме 15 лет. Это сегодня уже. Уж на что-то мне взором был такой. В Израиле что-то там сказал и боится домой ехать. А Яшин тут, как он воевал. И я, Яшин. Да я вызываю на дуэль Рамзана Ахматовича Кадырова. Сколько? Мы 8 с половиной довели. Все. Закрылось. Темы, я прошу вас, это не касайтесь. От этого ничего не будет, что мы будем говорить-то. А как молиться? Чтобы была боль о Божье. И когда она меня вышла, я дал ответ, кажется, от моего видео-ролика по Украине. Страшные слова. Эпидро всему этому. Иеремия 48 глава 10 стих. Настораживайте ушки топориком. Сделайте. Проклят. Кто делал, а Господь не делает небрежно. Вот это открещение, все равно мощение. Это проще. Больный Сенецкий ни одного не признавал. Никакого перекрещенного нет. Был обман. Владимир Славян большой спрос будет. Прекратить можете, как больный Сенецкий. Лука. Непременно. Это Господь будет спрашивать. Проклят. А это дело Божье. Ну вот это Березовку батюшка набирал. Оно хорошее. Хорошее. Ну, оно и человеческое. Но крещение 100%. Нет. У вас во всех требниках все написано. Троекратное полное погружение. Если разрешается не погружать, только в трех случаях. Паралитик лежит не может. Третье. В тюрьме. Воды там не хватает. И в степи, в татар, в плену. Все. Строят. Миллионы на эти колокольни. Пришли спросили, а где Бобкистерия нету? А почему? Потому что все это северо-западники. А католичные сюда приняли. А они здесь как филаретовщина. Они все это развращают. Проклят. Кто делает Господне, делает небрежное. Пришло проклятие на эту Украину. А дальше? Не мешайся в это. И проклят. Кто меч, Господень удерживает от крови. Украине нельзя живать даже мира. А только дай ей покаяние Господи. Я ведь сказал. Вы скажете. Это Дух Святой говорит. Я только цитирую. С точностью до одной буквы. Вы слышали? На будущее имейте в виду это. Еще немножко. Также запрещено быть ведущим молитвы. Пропускающим богослужения три воскресения подряд без уважительной причины. Первый Вселенский Собор, 14 правил. Карфагенский, 52-й. Неокисарийский, 5-й. 6-й, 7-й, 80-й. Гарфский, 5-й правило. Атеохийский, 2-й правило. Не признающим Иисуса Христа как истинного Бога, истинного человека в одной личности, в котором соединилось божество и человечество, не сияны, не измены, не раздельно, не разлучно. Ну, то есть еретикан. Тоже наезде соответственно молиться. Не признающим Святую Троицу как единого Бога в трех лицах. Кто сияния признает, тот является ретиком, с которым запрещается молиться. Ефесянам, 4-й, 13-й, 1-й, 5-й, 7-й, Матфея, 28-й, 19-й. Не соблюдающим православные посты, великие рождественские Петров-Успенские посты, а также Светвую Пятницу. Как я скажу, у меня однажды один священник где-то был, ну и там, как не верю, наплывет народа, и там нашли священник, говорит, я могу ошибиться, а не сами, но суть такая, ну много. Батюшка помогет, он говорит, так я если буду испоедать, я по-своему как? Так это и надо, чтобы новая струя облилась. Ну, только не обижаться. И дальше, первый вопрос, кто не постился, не стойте здесь. Он отличается апостольское 69-е правило на два года. 80 процентов, наверное, свалило. Дальше, кто бороды бреет, противник Богу. Бритье бороды, Библия расставлена, что хуже, чем изнасилование. Еще отмылось, а столово там человеку, 10, все, батюшка исповедует. Не надо тебе проворащивать мусор, курины, бульону, бочки раскачивать. Если со всей строгостью, себя Бог не спросит, по благоразумию. А для всех хорошим, у Бога совсем не так это. Со всем хорошим, и чтобы у тебя не были келеры никакие, нет, не получится. Я испытал в жизни. Одно слово сказано бывает, всю другую переворачивать. А потом проходит время, человек пишет, простите, я поторопился. Но другой бывает умирает в этом. Далее считаю. Нарушающий пост, получается, от причастия, это как бы информацию берем, на два года. Настольная книга священнослужителей, в том 1, страница 550. Не отдающим святую десятину Богу. Десятая часть тех прибывков, как верующих, как ворующему Бога и подпадающим под проклятие. Видите, как это. Это говорит Малахи, вот это в Ветхом Завете. Обман. Святые отцы все об этом говорят. Десятина, десятая часть, как сотруднику. Ну, допустим, ты, кружу и сепси, я не ошибся? Так. И ты начинаешь, тебе дали задание, вот это сделать, ты один не можешь, тебе помогать. Я говорю, давай, ты вот заводишь в другую воду, а я вот этим. И вы делите между собой. Разумно. Ну, Бог дал нам землю. Сто процентов его. Солнце дал. Сто процентов его. Дождь, воздух. Бог говорит, меня в сотрудники возьмите. И то, что заработал, одну десятую, десятку сотни отдай мне. Священству. А то мы считаем по рогам Малахи. Внимательно слушайте. Поэтому десятину никто не отменял. Да, Господь говорит, твори той, показывает новозаветнее. То есть всем данным людям запрещено быть ведущими молитвами. Дальше. Правила еще в группе. Разведенным женам запрещается писать что-либо укорительное, получающее, оценочное, в отношении любых мужей, мужчин, их действий, как в общем чате, так и в личных сообщениях между участниками чата. Иуда 1,16. Выходит по трях, а там такой, как его фамилия? Сутармин. Виталий. Сутармин Валерий придумал там это свидетель за этим, суд какой-то. Ну и кричит. Меня жена оставила-то другое. Патриарх уже в дверь. Он останавливается, показывает и говорит, ты больше порочишь жену свою. Это не он кричал. Это кричал не он, не он. Его товарищ. Ну кто-то там с кричалом. Он в Патриарх тоже сразу аппарировал. Ты делай так, чтобы она не ушла, а ты, прежде чем жениться, 10 раз подумай, надо ли это. И дальше. В разведенном мужьям то же самое, но только в отношении жен. То есть они не могут их критиковать. То есть он разведенный, не сохранил, уже в жены не притрагиваешься. Так, дальше. Запрещается строго. О политических событиях разрешается писать и высказываться только во свете Святой Библии и только верным крещеным христианам. Запрещается засловить мирские власти, священство и одобрять митинги. Исход 22.28, минут 1.8, 2 Петра 2.10, 1 Тим. 2.2, 6.6, 3.24, 21, 20, 28. Участвующие в митинжах, митингах, народных волнениях, гражданских противостояниях, даже если их возмущение справедливое, не могут находиться в стране христиан. Вот это. Это и своя община, но интернет. И вот интернет община дала практически вот это все население. Мы, конечно, молимся о вас каждый день и просим не забывать нас. И поминать. Если отзывали еще никаких нет. Господи, спасибо. Знаете, когда мы долго не ехали сегодня, я испугался бы. Что-то случилось, да? То ли навигатора нет. У нас стояла надпись, которая, власти убрали, потому что нет асфальта дороги. Я даже ночью думал, сегодня поставить столб там на дороге. Дороги нету там, почему так убрали? Как, ну мы же двери. Дорога вот есть, тысяча километров, а там есть дорога. А дороги нет. Я говорю, как, ну нет, все. Я говорю, как мы, в прошлом году, дорогу нам сделали, щебе мы. Он говорит, а там нет дороги, да за мне не сиротки. Я говорю, как, ну там, говорит, это частная земля, это невозможно. Крым присидели, возможно. Гуганск, Донецк, возможно. И другие, а здесь дорогу привезти невозможно. Так, ну и здесь, смотрите, дадим вам несколько визиток, где даются все наши данные. Я был в Омске. А сейчас таким? Я в одном приходит, вот им батя Кребой говорит. Так, кто здесь прежде? Еще помолимся, кто встретит нашим Владимиром Владимировичем. А где у вас, товарищи-то, второй? Ну и он, дадите, 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 дадите. Я говорю, что это не все. У меня написано так. Там я сижу, там академи, там губернаторы. Они говорят, плохо идеи такой унять. Я говорю, она есть. Ну есть-то есть, ее опробировать надо. На деле. Я говорю, а сколько? Года четыре. Я говорю, у меня 40 лет. 40 лет, и такой идеи не бывает. Бывает. Какая? Заметьте, какая нет. Я говорю, дети. Да что же мы забыли? Это да главное дети. Это не все. Я говорю, воспитанные. Да, конечно, только воспитанные. Во Христе. Сразу вот такие глаза отшатнулись. Дети воспитанные во Христе. Вот национальная идея, которая может поднять Россию, сделать ее великой и прекрасной. У меня лозунг такой есть. Дети воспитанные во Христе. Это ни одного развода, ни одного аборта, ни одного воровства. Никогда не будет поддельной полиции, как сегодня там все это показывают. Человек все отдает для того, чтобы быть достойным. Называние христиане. Кто знает, что песноперку купят про пропеть. Нас зовут христиане. Вообще наперед это. Манит сердце мечтой. Он нам новое имя. Нас зовут христиане. Манит сердце мечтой. Вы с небес гроба. Да что же так? Это промахнулись. А припев, припев как сразу? У певцов нет у нас. Он нас сделал родным. Ну, в следующий раз. Он нас сделал родным. Что на празднике проходит через праздник? 16 сентября. А сейчас поблагодарим Игнатия Тихоновича. Спасибо Господи за молчание. И поблагодарим Бога за насыщение. Благодарим Тебя Христе Божий наш. Я понятничею, Тебя Христа. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка, благослови. Благословен Бог, милый, и битая нас. Своей богатых даров, своей благодати, человека, люди, и всегда, ныне, и пресно, и в обеде веков. Аминь. Спасибо. 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 Спасибо.